В преддверии матча Испания-Нидерланды кажется, что весь Сальвадор замер в некоем томительном ожидании. Поединок пройдет на поле стадиона Фонтеново, вместимость которого около 50 тысяч человек. Накануне встречи обе сборные получили возможность потренироваться на этой арене. Первыми сюда прибыли футболисты сборной Испании. Тренировочную сессию предваряла пресс-конференция с участием Хави, Икера Касильаса и Висенда Дальбоски. Мы очень хотим провести хороший турнир и защитить звание чемпионов мира. Мы фавориты, но все наши соперники в матчах против Испании стараются показать свою лучшую игру. Но мы тоже очень сильно мотивированы. Наша цель – добавить еще одну звезду на нашей форме, к той, что была добыта 4 года назад. Представителям СМИ позволили находиться на тренировке испанской команды лишь на протяжении 15 минут. В свою очередь представители сборной Нидерландов оказались более лояльными к масс-медиа, сделав свою тренировочную сессию почти полностью открытой. Причем в какой-то момент состав команды разделился на две части. Одну из которых, возможно, составляли именно те игроки, которые выйдут на матч против Испании в стартовом составе. За всем происходящим молчаливо наблюдал главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал. За все время тренировки сборной Нидерландов Луи Ван Галь, казалось, не произнес и двух десятков слов. Отсюда, с самой кромки поля, куда позволяет подойти вот такая вот жилетка, была отчетливо видна, насколько авторитарный тренер у голландской команды. И создавалось такое ощущение, что его серьезность даже передалась игрокам. Однако понять и настрой голландских футболистов несложно. Ведь на самом старте турнира их ожидает, возможно, самый сложный из всех соперников. Та самая сборная Испании, которой они проиграли 4 года назад в финале чемпионата мира. Тимур Сулейменов, Руслан Даулетов. Специально для телеканала Каспорт. Тимур Сулейменов, Руслан Даулетов. Специально для телеканала Каспорт.